Как известно, Русь пала под напором кочевников, которых называют Ордой или Татарами. Пришли они с востока и прошли наши земли насквозь, уйдя далеко на запад к ныне чешскому Оломуцу и даже итальянскому Триесту. Новая военная тактика, соединенная с не менее важной тактикой оккупации территорий, дали прекрасный результат. Если бы не внутренние противоречия внутри самой Орды и жесткая борьба за верховную власть, то еще неизвестно, куда бы дошла их конница. Но все случилось так, как должно было случиться. Что характерно, основное направление удара Северного фронта Орды пришлось на территорию нынешней Украины. Далеко на север никто не уходил, а потому Новгород, например, отделался легким испугом, без штурмов и прочих мероприятий. Чуть позже Александр Невский заставил его платить дань Орде и штурм с последующей резней уже был следствием действий не самой Орды, а ее прокси, гибридного князька, который вызвался на роль сборщика дани для хана. То есть южнее, в направлении Киева и Чернигова, действовали основные силы Орды под руководством хана, но уже с армией, включающей наемников с оккупированных территорий. Наемники были важной частью армии Орды, и она грамотно выстраивала оккупационную политику, чтобы обеспечить себе приток новых воинов. Для этого не нужно было каких-то особенных приемов или технологий. Продвигаясь вглубь чужих территорий, ордынцы выставляли довольно прозрачные требования к жителям округи или города местного центра. Они облагали данью все территории или города в размере 10% от всех доходов. Причем брали они эту дань не по праву сильного, а взамен гарантий по защите как от внешних врагов, так и от бестолковых внутренних распрей. Второй элемент они регулировали путем согласования кандидатур князей на каждую территорию. Если князь понимал свою роль и свое место, то он не имел никаких проблем с ханом. Все его действия, ведущие к повышению уровня доходов, а значит и дани, приветствовались и наоборот. Кроме того, в пакет соглашения входила полная индифферентность к местной религии, обычаям и прочему. В это люди хана подчеркнуто не лезли по разным причинам, но в итоге это стало элементом спокойствия на внутреннем фронте. Сказки о том, что с Ордой бились за православие – бредовый вымысел. Попы при Орде процветали и не имели никаких ограничивающих или сдерживающих механизмов. Именно по этой причине и в это время церковь стала крупнейшим феодалом и стяжала функции параллельной местной власти. Вместе с тем на таких территориях работали пункты вербовки, куда желающие здоровые мужчины могли обратиться для вступления в войско. Кроме положенного жалования и прокорма, они имели возможность получать трофеи в ходе последующего похода ордынской армии. А трофеи могли быть очень богатыми там, где на пути армии возникало сопротивление. Например, некий город не шел на условия Орды и решал обороняться силой оружия. В этом случае судьба города складывалась иначе. Его брали в осаду и в конце концов штурмовали. Для этого надо было привлечь дополнительные силы и средства, но в конце концов оборона не выдерживала и город захватывался. В этом случае шло тотальное уничтожение и разграбление города. Мужское население вырезалось, а молодых женщин и девушек захватывали как часть трофеев. Кроме того, все ценное имущество города тоже грабилось под ноль, а сам город, в основном деревянный, подлежал сожжению. Ради такого случая многие и шли в Ордынское войско. Чем дальше оно уходило на Запад, тем больший процент ее составляли воины, набранные на оккупированных территориях. Жестокое уничтожение городов, оказавших сопротивление, было важно с двух точек зрения. Очевидно, что войску надо было давать приз, который стимулировал его идти вперед, рискуя собственной жизнью. Вот ради этого и стоило отдать захваченный город на полное разграбление с последующим уничтожением, чтобы подвести черту под стадии разграбления. Вновь пришедшие бойцы слышали от стариков рассказы о том, как они замечательно грабили предыдущий город и вдохновлялись боевым энтузиазмом. Кроме того, молва о том, насколько беспощадно действует захватчик, если с ним не договориться и не покориться ему, шла далеко впереди и в очередном городе десять раз думали о том, что делать, сражаться или покориться. Причем вперед высылались послы Хана, которые и объявляли условия сдачи, если с послами плохо обращались или убивали, то это считалось равносильным сопротивлению со всеми вытекающими последствиями. Как известно, Киев, Чернигов и некоторые другие крупные города нынешней Украины решили сражаться, ибо там понимали, что речь идет о потере самоидентификации, которая уже давно была формализована. Поэтому города попали в полосу уничтожения и разрушения. Что характерно, более северные города, кроме Рязани, решили не чинить сопротивление и попали в программу защиты свидетелей. А тот же Киев уже штурмовали новобранцы, жители Макшанских болот. Именно им хотелось посмотреть на то, как работает механизм получения трофеев. И уничтоженный Киев – дело рук не только и не столько хана Батыя, но и многочисленных воинов, набранных в районах средней полосы нынешней РФ. Безусловно, оккупантом была Ордай, руководил уничтожением Центра духовной и светской жизни славян хан Батый. Но руки, которыми все исполнялось, в основном были теми же, что и сейчас. Еще тогда было продемонстрировано главное качество этой общности родственных народов – тяга к мародерству. Все то же самое, просто тогда это были Макша, а сейчас Буряты, но делают они примерно то же самое, хоть и с разрывом во времени 800 лет. В любом случае, территория будущей Московии легла под Орду легко, без боя и даже научилась получать от этого удовольствие. Рубились же с нею наши предки, с нею и с тем, что влилось в Орду. Со временем, уже умирая, Орда просто переселилась в Московию и осталась там на века. Но как ни крути, все угрозы, которые она имела, в основном шли либо с территории нынешней Украины, либо через нее. Сколько раз в Москве выносили мозг, там всегда были наши соотечественники, хоть с крымскими татарами, хоть с поляками. Заметим, всегда эти походы приводили к победе. Москва всегда сдавалась. Другое дело, что владеть Москвой ни у кого не было желания. Даже у ордынских ханов. Все, кто долбил московских князьков и царьков, ограничивались лишь данью, ибо ничего особо ценного там не было, а народец всегда был ленивым, вороватым и подлым. Поэтому наводить там порядок и приводить население этой дыры в соответствии с принятыми тогда европейскими нормами, ни у кого не было ни времени, ни вдохновения. Все это потому, что западнее от Москвы был другой мир, в сравнении с которым она казалась чудовищной и дикой берлогой. Такие оценки этой земле и ее населению давали все, кого туда заносило нелегкое. Тут спорить не о чем, ибо даже сам царь Петр Первый давал такие характеристики всему этому, что ни один путешественник не нашел бы таких слов, ибо знал это не понаслышке. Между прочим, Петр четко понимал ценность Украины не только как житницы, но и как место, где живет умный и трудолюбивый народ, которого лучше иметь другом, чем врагом. По этому поводу он говорил много, и желающие могут найти соответствующие цитаты. В любом случае, он просто боялся предоставить Украину самой себе, ибо понимал последствия такого решения. Рано или поздно украинские войска самостоятельно или в союзе с другими армиями обязательно придут в Москву и прибьют и царя, и его халуев. Этот тезис имеет простое доказательство, настолько очевидное, что об этом даже никто не задумывается. Московия имела столицу, более или менее связанную с остальными территориями царства, примерно в центре обжитых земель. Казалось бы, столица расположена идеально и равноудаленно от границ с другими странами, откуда могла исходить военная угроза. Какой был смысл менять место расположения столицы? Одну из причин мы уже оговаривали, и состоит она в том, что Петр, побывав в Европе, решил навсегда отказаться от азиатской Московии вместе с ее историей, названием и столицей. Но с военной и политической точки зрения надо было уходить во Владимир или куда-то еще, сохраняя равноудаленность от границ. Но Петр поступает иначе, столица переносится ровно на север, границы Швеции, с которой, мягко говоря, отношения не сложились. Причем столица отстраивалась хоть и на обжитом шведам и месте, но, пожалуй, на месте, самым неудобным из всех возможных вариантов. Это значит, что Петр ощущал опасность с конкретной стороны и максимально удалил столицу от направления возможной угрозы. Берем карту и проводим прямую линию от Петербурга до Москвы, а потом продолжаем ее на юг в поисках угрозы, которая вынудила перебазировать столицу, и находим ее в виде Украины. Со временем наследники Петра пытались смешать здоровую кровь украинцев с той, что они все так ненавидели и презирали до такой степени, что даже общаться предпочитали между собой на различных европейских языках. Немецком, поскольку царская кровь немецкая, итальянском, но в основном французском. Кстати, о французском. История не терпит сослагательного наклонения, но, тем не менее, вспомним поход Наполеона 1812 года на Москву. Собственно говоря, российская армия не выиграла у Наполеона ни единого сражения, а знаменитый полководец Кутузов проиграл все до единого сражения с Наполеоном от Аустерлица до Бородина. То есть, с военной точки зрения, российская армия не представляла для Наполеона никаких проблем. Он громил ее быстро и наносил такой ущерб, что после Бородино армия в ее обычном понимании перестала существовать. Это мы все помним, а вот сослагательное наклонение тут вот в чем. Наполеон двигался через Польшу, которая дала ему нужное количество войск, к территории нынешней Литвы и дальше на Смоленск и к Москве. Как выясняется, у французов абсолютно не было никакой оккупационной доктрины. Как это не смешно, им нужен был мир с Россией, поскольку та уже пять раз направляла свои войска на войну с Францией, и этому надо было положить конец. А для этого надо было сделать что-то из двух одно. Либо идти на Петербург, либо разворачивать свою оккупационную программу на уже занятых территориях. Но фокус в том, что для такого мощного хода Наполеону надо было спускаться южнее и идти через Украину. В этом случае он получил бы ту поддержку, которой ему не хватало в Москве. По большому счету, в Москве надо было оставить гарнизон и отойти на Киев. Тут бы он получил не просто поддержку, а такое пополнение мотивированными силами, что пришлось бы их сдерживать. Кстати, эти силы составили бы оккупационный корпус, который уже точно не пустил бы питерского царька в Москву. 200 лет назад субстанцию, которая перетекала из Улуса Джучи Орды в Московию, а потом в Россию, можно было удалить навсегда. И сейчас о ней никто бы уже и не помнил, а Европа простиралась бы до тех пределов, которые освоили бы украинцы. Но не сложилось. Кстати, понимал это Гитлер или нет, но изначальный план основного удара группы армий «Центр» на Смоленске-Москву был временно изменен, и танковые группы ушли на юг. Как известно, именно на южном направлении, где вермахт получил полную поддержку украинцев, он продвинулся наиболее глубоко. Но потом все снова переигралось, и Гитлер вернулся к наполеоновскому плану захвата Москвы, хотя история показала, что заходить надо с юга. В общем, сейчас ситуация проигрывается с новой силой. В Москве поняли, что рано или поздно возникнет момент, когда Украина придет и спросит за все, а потому отпускать ее нельзя ни в коем случае. Скорее, не так. В Москве всегда об этом помнили. Даже во времена Ельцина, когда РФ погрязла в Чеченской войне, уже планировалась война против Украины. Первый президент Ичкерии Джохар Дудаев был в высшей степени джентльменом и пользовался уважением противостоящих ему офицеров российской армии. Известно, что он не боялся открытого общения с ними. Даже перед началом войны тогдашний министр обороны Грачев лично ездил в Грозный на переговоры с Дудаевым, и там было что угодно, только не пренебрежение друг другом. Переговоры были жесткими, но с обеих сторон корректными и уважительными. Пройдет время, и именем этого выдающегося деятеля Чечни и пламенного борца с российским империализмом будут названы улицы и площади. Он войдет в историю как благородный воин, бросивший вызов огромной и абсолютно ордынской армии, а имя Путина канет в лету и станет в один ряд с Гитлером и Полпотом. Так вот, во время разного рода переговоров с российскими офицерами он услышал очень много о планах РФ, а потому прямо предупреждал о том, что после Чечни Москва уже планирует войну с Украиной. Напомню, речь идет о середине 90-х, когда Путин был известен как член Тамбовской ОПГ, бомбил гуманитарку и держал окно на границе для переброски мощных партий кокаина из Колумбии и героина из Афганистана. Тогда он был одним из братков, а планы войны с Украиной уже лежали на столах главного оперативного управления Генштаба. Что характерно, уже так исторически сложилось, что первая война, развязанная Путиным, произошла против Грузии в 2008 году. Но первой должна была стать война с Украиной за остров Тузла в Керченском проливе. Об этом уже мало кто помнит, но оккупация Крыма произошла по доработанному плану боевой операции десятилетней давности. Причем в отношении Украины Путин поставил вопрос примерно так, как и Сталин, и повел дело к тотальному уничтожению Украины, как основного источника смертельной опасности. Именно поэтому он прямо сейчас заселяет Крым и оккупационную часть Донбасса бурятами, калмыками и прочими представителями далеких народностей. Это не что иное, как этническая чистка оккупированных территорий. Чтобы стало понятно олухам промосковских политических сил, им уготована та же участь, что и всем украинцам, либо победить, либо погибнуть в тотальной этнической чистке. Но Москва уже упустила момент, когда могла это сделать, и теперь до нее доходит, что этот механизм нащупали и на Западе. Не зря говорил старик Збигнев-Бжезинский о том, что уничтожить Россию можно только с помощью Украины, а он знал толк в этих вещах. Причем тут есть еще важный момент. Кроме огромного исторического счета, который Украина имеет к северному соседу, добавился свежий, который Москве никогда не будет прощен. А теперь так сложилось, что постепенно к мысли о том, что пора уже приструнить гадину, плюющуюся ядом во все стороны, пришли все ведущие страны мира. Раньше это было сделать не очень легко, но теперь они получили ключик от ситуации. Как всегда, он находится южнее Москвы и готов открыть путь к этому лепрозорию. Так что, если рассматривать Москвию как территориальное воплощение сказочного Кащея, то Украина – его смерть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова